А сейчас на эту сцену я хочу пригласить открытый статус, элитный директор, закрытый бриллиантовый директор, ВИП-9, Шишкину Олесю! Всем прекрасного вечера! Моя история не отличается от тысячи других. Когда-то в далеком 14-м году я пришла в сетевой бизнес, и это был достаточно странный приход. Я ушла в декрет, в этот момент находилась в декрете, и когда у меня ребенку было 4 месяца, ко мне моя наемная работа пришла домой. Я была полуживая, я не могла ни спать, ни есть, потому что маленький ребенок. И мне в нагрузку пришла еще моя работа, потому что им некем было меня заменить. Но мне деньги были не лишние. Зарплата в 10 тысяч рублей, за столько я себя продавала. Научилась я эту работу работать самостоятельно с помощью ОК Google, потому что мой директор не знал, как работает такая работа. Я работала в госзакупках. Мы выставляли уголь по России и в ближайшие страны СНГ. Мне пришлось научиться, потому что мне нужны были тоже деньги, ну хотя бы на мои женские какие-то карманные расходы и помочь мужу. Хотя бы немножко свой вклад в семейный бюджет внести. Но в этом году начались волнения в соседней стране. Мы живем прямо на границе с Луганской областью. И я больше стала не нужна на этой работе, потому что поставки угля к нам прекратились. Было очень страшно. Это тряслась земля, взрывы и так далее. И мне было прям страшно, что я осталась без работы. Что же делать? И я задумалась просто пойти в интернет, посмотреть, что там вообще. Может быть, инвестиции какие-то. Ну, я же не понимала, что это сложно, да? Мне было интересно, вдруг разберусь. Поняла, что это не мое, неинтересно. Я еще тот математик. И, в принципе, в социальных сетях мой уровень был. Это одноклассники и, ну, общение с друзьями, с одноклассниками. Все, единственная социальная сеть, которую я понимала. И могла писать нам сообщение. И я увидела пост с объявлением о работе. И попросили поставить плюсик. И я поставила этот плюсик. И мне написала девушка. И это оказался Ари Клей. И я тогда не знала, что сетевой бизнес – это вообще весь секта. Что это лохотрон. И я просто пошла. И я начала изучать это все. Но обучения как такового не было. Но мне понравилась сама идея этого всего. То есть сама идея того, что я смогу спать по утрам. Мне говорили так. Я не буду ходить на работу. Я так любила спать по утрам. Мне так не хватало тогда сна. И я о нем мечтала. А тут еще выйти из декрета. И опять не спать. Это же ужас. Я мечтала о сне. Я мечтала не просить денег у мужа на какие-то свои женские штучки. И мне не очень нравилось зависеть в принципе в финансовом плане. Потому что я всегда независимая была. Ну, декрет есть декрет. И скучно мне стало. И денег захотелось. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы той суммы, которую я зарабатывала на наемной работе. И я мечтала заработать 10 тысяч в интернете. Для меня это было бы... Ну все, мое спасение. Я бы за эти деньги купила свой сон. И получилось так, что год я работала. Ничего не заработала. Только потратила. Много потратила. Потому что мы все знаем, как там... Ну, в этой компании происходило. Почему-то не получилось. Ну, я же видела, что получается у других. Я не расстраивалась. У меня не было никогда ни единой мысли, что я должна бросить вообще эту идею сетевого бизнеса. Я же понимала четко, что там можно заработать. У меня никогда не опускались руки. Год работы. Вроде как бесполезный. Денег нет. Затраты. Муж уже бунтует. Уже чуть ли не до развода. Ему уже не нравится, что он не видит жены. Дети сами по себе. Кушать дома нечего. А я вся в работе. Работала я в графике примерно... Ну, когда уже ребенок стал более-менее спать. До двух часов ночи. Пока все спят. Я под одеялом рекрутирую. Рекрутирую. Регистрации много. Заказов ноль. Но это опыт. Я училась это делать. И я не сдавалась. Даже мысли об этом не было. И как-то раз меня попросили рассказать свою историю успеха. Провести вебинар с напарником. С молодым человеком из другой команды. Свою историю успеха, которой в принципе-то не было. Я была на трех процентах. И то сама делала этот заказ. Поэтому, да, я что-то придумала. Да, я подготовила речь. Я все записала. Мы провели этот вебинар. Меня трясло, как осинку просто. Но я выступила первый раз. И я почувствовала себя звездой на тот момент. Мы с этим молодым человеком начали общаться. Помогать друг другу. Он тоже был такой же, там, еле дышащий. Но мы не сдавались. Подсказывали друг другу что-то. Он как раз был из команды Юли Лилека. И мы с него так вот сдружились. И потом однажды он мне пишет. Говорит, Алиса, есть такая классная идея. Давай сходим в другую компанию. Там не надо рекрутировать. Там не надо ничего делать. Там нужно просто деньги вкладывать. И люди будут сами заказы делать. Что это за история такая? Я тут днями и ночами. А тут все так просто оказывается. И мы решили просто, ну, посмотреть, как оно это. Да, действительно, мы пришли в компанию Эйва. Да, действительно, он меня туда зарегистрировал. Через три дня он меня бросил. Через три дня он просто исчез. По той причине, что он не смог меня сделать бизнес-партнером. Там система такая была, регистрации мало. Нужно, чтобы твой наставник тебе дал еще второй номер именно партнера и помог заключить договор с компанией. И только тогда я имела право строить структуру. А он исчез. Я начала стучаться во все двери. Я вижу, что девочки работают. Ну, уже получают доходы. А я, я даже не партнер. И меня все бросили. И на меня никто не обращает внимания. Я достучалась до руководства уже. Я была настойчива. Я не сдавалась. Две недели это все происходило. И, наконец-то, меня по заявлению перевели уже к вышестоящему наставнику этого молодого человека. Им была Юля. И она назначила меня партнером. Я заключила договор с компанией. И за год работы в этой компании я практически достигла самого высокого звания бриллианта. Мне чуть-чуть не хватило совсем. Чуть-чуть не хватило до бриллианта. Было немного обидно, но это я не доработала. То есть я была изумрудом. И, конечно же, на следующий год я была уже стойким бриллиантом. Это высшее звание в этой компании. И все остальные годы я держала это звание даже с большим-большим приростом. Но у меня собралась огромная команда. Мои девчонки, которые были со мной все эти годы. Мы вместе шли всегда ко всем победам. У кого-то получалось, кто-то уходил. Ну, все как у всех, как обычно. Я никогда не опускала руки. Я никогда не расстраивалась, если от меня уходили даже большие партнеры. Я всегда спокойно отпускала людей. Это их выбор. И я очень быстро о них забывала. У меня короткая память, в принципе, по природе моей. Если я им не нужна, значит, они мне тоже. И мы шли с моими девочками успешно почти восемь лет в этой компании. Но однажды что-то пошло не так в этом мире. И мы были абсолютно бессильны здесь. Но началось все гораздо раньше, еще до СВО. Я была в среде директоров компании. Руководству компании я помогала создавать инструменты на глобальном уровне для всех стран. Три года я за этим за всем наблюдала изнутри. Получилось так, что я слишком много знала. И, наверное, слишком много чувствовала, что что-то не так. Но надежда не отпускала, конечно же, что все наладится. Не хотелось верить, что вдруг однажды мы станем не нужны здесь. Но все шло к тому, что, да, настало понимание того, что, да, наверное, все-таки партнеры в этой компании не нужны такие, как мы. Мы, ну, получилось так, что мы приняли решение, что нам нужно, наверное, уже подстраховку какую-то искать. Потому что сегодня, завтра, послезавтра нам уже кушать будет нечего. Может, получится так. Потому что все с кредитами, все с детьми. Было страшно. Страшно потерять этот бизнес, в который вложены и деньги огромные, миллионы денег, и время, и дети, которые росли без нас. У меня, я не заметила, как выросли мои дети. У меня сын засыпал под столом. Я не успевала его уложить даже спать. Он у меня подходил, говорит, дергал меня за юбку, говорил, «Мам, мам, я спать хочу, уложи меня». Это одна минута всего лишь. А мне некогда было, я работала. Я уже смотрела, он не спит уже, в крошках прям. Прям под столом. Ой, я вспоминаю это время, думаю, ну, значит, так должно было быть. Я расставила такие приоритеты. И сейчас, получается, когда у нас все это произошло, мы, это вообще была очень такая драйвовая история, когда я, ко мне уже девочки мои начали приходить, с Алисей, что делать. А у меня все, ну, у меня надежда, все. Ну, как же так, в то же время я понимаю. Это у меня-то зарплата упала в два раза. Ну, я еще могу на нее жить. А они? А как они будут жить? Потому что у них ведь тоже в два раза упало. Это уже другие доходы. И, ну, как-то включилась голова, наверное, я не знаю, холод, уже какая-то, наверное, усталость за битву под солнцем в этой компании. Осознание за последние три года уже, наконец-то, начало приходить. И я просто собрала своих главарей, говорю, ну что, будем думать, давайте выбирать, определяемся, какая компания. Но с компанией там уже мне определили все сами. Мы хотим вот туда посмотреть. Ну, пошлите посмотрим. Давайте будем выбирать наставника теперь, чтобы просто посмотреть. Юля, конечно, она уже наблюдала, уже мы рассказывали, да, что она наблюдала за Олечкой. Мы все равно пошли смотреть, еще смотреть. На всякий случай нам нельзя ошибиться. Потому что сейчас мы выбираем, ну, чтобы это надолго. Потому что терять снова страшно. Пошли с Олей, побеседовали, приняли решение. И решили испытать. Ну, компанию, неволю. Оля прошла испытания. У меня предстояла поездка, моя последняя поездка в моей прошлой сетевой компании, звездников. Еще теплилась надежда. Ну, Оля знает, что мы туда ездили. Я сказала своим девочкам, пока мы едем туда, вы просто проверяете, как оно здесь. То есть нам нужна практика. Нам нужно посмотреть, как люди реагируют на продукт, как люди реагируют на предложения вообще от Фаберли. Я запустила несколько человек структуры. Сразу мы зарегистрировались. Пока я съездила в Москву, мы задали напрямую, глаза в глаза, вопросы Глобалу. Получили ответы. Поплакали потом. Прямо на шикарной яхте Рэдисон. Слезы. Все было. Переживание. Девчонки, у меня за это время я вернулась, в общем, в компанию Фаберлик, уже вице-директора. Они показали результат. Я приехала, у меня там уже зарплата упала. Ну, все понятно. Все. Решение принято. Остаемся. И начинаем действовать активно. Сразу же на следующий день мы написали заявление на увольнение в компании Эйвон. Прямо в социальных сетях. На весь мир. Это, конечно, было очень тяжело. Но мы теперь всей командой работаем именно в этой компании. Почему было принято решение именно Фаберлик? Я уже сказала, что мы рассматривали еще другую компанию, конечно же. Ну, как, боже, мы типа свободные, можем рассматривать. Почему Фаберлик? Потому что это шикарный продукт, шикарный ассортимент качества, великолепная продукта. Я даже не думала, что здесь настолько хороший продукт. Цена абсолютно доступная. Каждому, любому человеку, любой может, любой категории купить. И дорогой, и дешевый, и качество продукта просто замечательно. Я на себе все уже много чего попробую. Все попробовать невозможно. Я не знаю, сколько здесь лет можно работать, чтобы можно было купить. И все, и все перепробовать. Но то, что какой результат дал мне продукт уже сейчас. Кожа, волосы, организм, БАДы. Я так мечтала покупать БАДы у самой себя. Потому что я на БАДах уже 12 лет живу, в принципе. Да, кстати. Была у меня компания любимая именно БАДах. Я там не работала, но покупала. Но Фаберлик абсолютно спокойно заменил этот продукт. И на сегодняшний день уже понятно все, да, уже год прошел, как мы здесь работаем. Нам очень все нравится. До того, как мы приехали сюда на встречу на конференцию, во-первых, перестал дергаться глаз у моего главаря. Да, потому что мы все пришли на нервах даже просто от процесса работы. Когда вот, ну, 7 лет работать в таких условиях было очень сложно. Здесь великолепный сайт. Даже то, что платформу изменили, мы сильно-то и не поняли, что случилось. Все хорошо. Он же работает, там заказы люди могут сами отправлять. Мне не надо 800 заказов вручную самой, людям, девочки мои. Это был такой адский труд, даже если в онлайн мы работали. Работает платформа. Крутое приложение, оно же просто офигенное. Классный продукт, хорошая цена. Маркетинг. Понятное дело, что на маркетинг мы тоже смотрели, не только на продукт. Но изначально мы подумали о том, что сможем ли мы продать именно то, что производит компания. Маркетинг, это все понятно, что он классный, выплаты шикарные, жирные проценты. Это все ясно. Но какой бы ни был хороший маркетинг, если людям не нужен продукт, и если я его сама не смогу продать, то что у меня от этого маркетинга? Продукт продать мы смогли. Неделя тестирования. Рост команды сразу же произошел. Маркетинг с нами был изучен уже сразу же. Мною был изучен. Потом мы подняли пункт. Потом я всем рассказала правду. И тут уже было определено. С командой мы тоже определились. Это тоже было важно очень. Фаберлик онлайн, конечно, это известный проект на весь интернет, для всех компаний. И мы не смотрели просто ни в какие другие проекты. Нам нужны были Кононовы. И нам оказалась нужна Оля. И знаете, я вчера первый раз вышла на сцену, первый раз в Фаберлик, на большую сцену. И мне показалось, что я вообще в принципе первый раз вышла на сцену. Хотя у меня этих сцен было столько, что они мне даже надоели. Но даже когда я сидела в зале, я чувствовала вот эту теплую атмосферу. Действительно такую семейную, светлую. Люди поздравляют друг друга, улыбаются. Ну как-то легко вообще было находиться в зале. И знаете, действительно Фаберлик — это семья. Как вот мне сказали, мы семья. И я это увидела. Такая светлая, теплая семья, простая. И я очень рада, что я со своей командой теперь являюсь частью вашей семьи.